В эфире Вестник Городской Думы и я его ведущая Мария Селезнева. Здравствуйте! Благовещенск может стать свободным портом, по примеру Владивостока. Вопрос о введении режима на территории Амурской столицы решится ближайшей осенью на одном из заседаний Государственной Думы. Он позволит создать более привлекательные условия для инвесторов и предпринимателей. Об этом мэр Благовещенск Валентина Калита рассказала в рамках отчета о деятельности администрации. Его заслушали и утвердили в четверг на заседании Гордумы. 2016 год Благовещенск завершился неплохими социальными и экономическими показателями. Вырос почти на 2000 рублей средний уровень заработной платы, снизилось количество безработных, увеличился объем экспорта товаров, производимых в областном центре. Строились новые дороги и водопроводные сети. Работу администрации в условиях кризиса депутаты сочли достойной, хотя и вопросов к ней возникло немало. Вы озвучили в своем отчете, что доходы города Благовещенска выросли на почти 800 миллионов рублей. При этом на протяжении нескольких лет муниципальный долг у нас не увеличивается. Это замечательно, но хотелось бы все-таки услышать, когда мы начнем заниматься тем, что муниципальный долг будем сокращать. Вы реально понимаете, что это будет возможно тогда, когда у нас появится профицит в бюджете. Для того, чтобы появился профицит, нам надо научиться жить в бездефицитном бюджете. Мы с вами сейчас только еще учимся в третий год, и это дается с большими усилиями, с большим напряжением на сегодняшний день. Поэтому я думаю, что это будет рассматриваться не раньше 19-20 год. У меня вопрос, когда все-таки начнутся у нас, или будет принято решение по прокладке ливневого коллектора с района КПП, спальный район, второй в городе. Численное состеление очень велика. Когда мы, в принципе, этот вопрос начнем решать? Мы его решаем уже несколько лет. К сожалению, он у нас в тупик зашел в этом году, потому что та организация, которая должна была нам уже проект сдать, они не справились с заданием. Мы в судебном порядке вышли и с ними расторгли договор. Договор заключат с другой организацией в ближайшее время, чтобы до декабря проект устройства водоотведения в районе КПП был готов, и его реализацию депутаты успели заложить в бюджет 2018 года. 26 миллионов рублей на поддержку предпринимателям, полтора миллиона на создание доступной среды, столько же на муниципальные гранты. Список городских трат в 2016 году занял 20 печатных страниц. На заседании Думы депутаты также заслушали и приняли отчет об исполнении бюджета. Доходы Благовещенской казны в прошлом году составили 5 миллиардов 702 миллиона рублей. Третий раз подряд бюджет Амурской столицы остается бездефицитным и увеличивается в объеме. Только федеральных вливаний в 2016 году в город поступило 3 миллиарда 200 миллионов рублей. В Благовещенске за этот период было реализовано 11 городских, 8 областных и 4 федеральных программы. Одни из самых важных среди них – возведение детского сада на 350 мест и строительство новых дорог. Количество порывов на теплосетях Благовещенска за год выросло в два раза. Отчет о прохождении минувшего отопительного сезона стал еще одним немаловажным вопросом повестки очередного заседания Гордумы. Одним из основных вопросов ККС стал рост технологических нарушений на тепловых сетях. В динамике он выглядит так. Зимой 2014-2015 годов было зарегистрировано 6 порывов. В 2015-2016 – 26, а этой зимой произошло 54 порыва. Причина – изношенность труб, на ремонт которых у предприятия денег пока нет. За два года Амурские коммунальные системы выплатили 600 миллионов долга ДГК. Еще 600 миллионов им должны управляющие компании, которые стали банкротами. Решать этот вопрос еще предстоит. Главное, чтобы он никак не сказывался на качестве предоставляемых услуг потребителям. За прошедший период в единодиспетчерскую службу города Благовещенска поступило 113 жалоб от населения на некачественное предоставление коммунальных услуг. Из них 111 жалоб на низкую температуру в жилых помещениях. Скажите, в моей администрации как на такие вот вещи, на такие вот жалобы реагируют? Причина этих жалоб – жалобы у нас появляются в начале отопительного периода, то есть когда идет у нас спусконаладка. Соответственно, все эти жалобы в течение суток отрабатываются, то есть направляются как в управляющие компании, чтобы они на местах проводили регулировку, так и в ресурсоснабжающие организации. Если говорить о количестве жалоб в этом году и в прошлом году, то в этом году их было намного меньше. В городской думе на этой неделе произошли кадровые перестановки, в частности в составе комитета по экономике, собственности и ЖКХ. Новым заместителем председателя стал Андрей Кузьмин, депутат от либерально-демократической партии. Он занял место сложившего депутатские полномочия Галихана Аспанова. Кроме того, в состав комитета вошел единоросс Сергей Щербаков. Теперь обсуждать и решать важные для города вопросы, касающиеся экономики, муниципального имущества и жилищно-коммунальной сферы, депутаты будут в полном составе в количестве четырех человек. На этой неделе в школах областного центра прозвенел последний звонок. Дата, важная для всех без исключения учеников и учителей, для народных избранников стала поводом подвести итоги работы благовещенских педагогов и отметить лучших из них. Благодарственное письмо председателя Благовещенской городской думы получили учителя физической культуры 1-й гимназии и школы номер 27. Их воспитанники в этом году стали победителями городского и областного этапа президентских игр. Это всероссийские спортивные состязания среди школьников. Награду удостоился также учитель общества знания и истории 14-й школы, занявший первое место в городском конкурсе «Педагог года». Улица Зеленая теперь полностью соответствует своему названию. В районе дома номер 30 в прошлые выходные разбили сквер. Две сотни человек вышли поддержать всероссийскую акцию посадки леса. Это и местные жители, и работники лесхоза, и депутат по округу. На пустыри они высадили 300 деревьев, тополя, клёны, ясени, липы и даже калину. Смотрите сами. Вон оно, бедро, зубы надо взять, все бедры разобрать. Я пришел с внуком своих, Прохор, он потом посадит сейчас дерево, будет за него смотреть, знать, это его куст, это здесь растет. Это хорошая акция. Мы рады тому, что высаживаем это все. Хорошее настроение, хорошо организованное. Вот смотри, не туго. Оно же вырастет потом. Вот вроде бы сейчас хаотично так деревья, но все деревья посажены там, где они должны быть находиться. То есть есть и клен, и рябина, и краснотал, и другие барбаристы. Сына, ты же любишь копать? Давай маме помогать. Дизайн проект этого сквера, куда уже включили и спортивные площадки, и места для отдыха населения, то есть лавочки, тротуары. То есть это не просто озеленение у нас сейчас идет, это именно создание сквера. Ну, это, в данный момент, это будет первый сквер на районе Тайвань. Мы вот этого дня, не побоюсь сказать, ждали долгих, наверное, три года. Я считаю, грандиозное событие. Я хочу еще раз сказать, что это только начало. Мы только сегодня первый день садим. У нас уже много планов в голове, и надеемся, что администрация на всех уровнях нас поддержит, и у нас здесь будет такой же парк, ну, пусть не такой, как Первомайский горпарк, но тоже не хуже. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. В этой студии увидимся ровно через неделю. Субтитры подогнал «Симон»